Исполнилось 20 лет со дня образования Ассоциации городов Поволжья. Сейчас в ее составе 26 муниципалитетов. В свой день рождения организация собрала ее членов на совещании в Чебоксарах, где подвели итоги многолетней работы. Учиться, используя передовой опыт других городов, предпочитают члены Ассоциации городов Поволжья. Для этого их представители ежегодно встречаются и делятся друг с другом положительными практиками в своей работе. Сегодня в эту организацию входят 26 городов России. Они представляют интересы 14 миллионов человек. И за 20 лет существования Ассоциация внесла немалый вклад в развитие местного самоуправления каждого из городов. В рамках Ассоциации мы учимся друг у друга, анализируем актуальные и злободневные для каждого муниципалитета проблемы. Исходим из того, что нам обязательно надо найти решение по всем абсолютно направлениям. И у нас это получается. И кроме того, мы убедились в том, что наша деятельность, она инициативная и находит отклик на федеральном уровне. В свою очередь мы знаем, что несколько наших муниципальных практик сегодня трансформировались в федеральные программы и реализуются на уровне Российской Федерации. Чебоксары – один из городов-учредителей Ассоциации и основной поставщик перспективных идей. По наработкам наших специалистов, проект формирования комфортной городской среды стали реализовывать по всей стране. А главной темой юбилейной встречи Ассоциации стала организация работы городского транспорта. Примером для остальных выступила Казань. Десять лет назад там были еще большие проблемы с пассажирскими перевозками, чем в Чебоксарах. Только по улице Карла Маркса, одной из центральных улиц города, проходило 62 маршрута общественного транспорта. При этом в часы пик автобусы подходили к остановке каждые 2-3 секунды. Собиралось до 12 автобусов одновременно, что создавало неудобства не только для пассажиров, но и для других участников дорожного движения. В час пик перегруженные газели проезжали мимо остановок, оставляя пассажиров в ожидании транспорта. Десять лет назад Казань столкнулась с очень серьезной проблемой транспортного обслуживания населения. У нас выросло количество дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта. Статистика была ужасная. Количество недовольства горожан было высокое. И мы тогда этими проблемами серьезно занялись. И начали изучать передовой опыт, о чем я сегодня и поделился. То, о чем мы говорим и для чего мы вообще собираемся на ассоциации городов по Волжье, мы меняемся практиками. В чем-то Казань преуспела, в чем-то Чебоксары преуспели. Власти Чебоксар уже сделали первый шаг к преображению маршрутной сети. Мы этим занимаемся уже полтора года. Планируем привести реформу и перенимали опыт Казани, так как именно в Казани, в Москве наилучшие практики организации по завершению перевозок. Мы поработали с тем же институтом по обследованию пассажирских перевозок, что и Казань. Переняв у них опыт в декабре текущего года, планируем транспортную реформу провести и изменить схемы маршрутов, внедрив автобусы средней и большей вместимости. Должно быть приобретено более 200 автобусов средней и большей вместимости. На сегодняшний день половина конкурсов уже состоялась, определены предприниматели, которые будут осуществлять перевозки. Ну а по остальным лотам, по остальным маршрутам ведутся торги на электронной площадке. И мы надеемся, что в ближайшее время аукционы закончатся и будут определены предприниматели, которые будут с декабря осуществлять перевозки. Кроме того, для решения такой проблемы, по мнению глав городов, требуется и серьезная доработка федерального законодательства, касаемо обязательств перевозчиков. Члены ассоциации подготовили пакет предложений. После внесения дополнений документ направят полномочному представителю президента России в ПФО, в Госдуму и Совет Федерации. Екатерина Храмкина, Вадим Владимиров, Вести, Чебоксары.